привет друзья с вами вами я продолжаю проходить а языка я попытался начать записывать это видео точнее даже не то что начать а пару раз даже умер но у меня возникли технические проблемы записью и невозможно использовать и в общем увы но там ничего интересного не было я не нашел ни одного нового предмета вроде бы и в общем то да все было плохо ладно рандом и рандом даст мне маги маги так себя она медленнее чем а язык у нее 4 сердца со старта хотя этого и не видно и остальные такие же как у а языка повышенная удача по моему не должно быть повышенной удачи но хрен с ним в общем пониженная скорость на 1 сердце больше со старта плюс активный предмет который позволяет восстанавливать одно полное красное сердце раз в четыре комнаты и все по сути то есть повышенная жизнь это адекватно но не супер пониженная скорость это довольно плохо и все остальное абсолютно нейтрально так что нет ничего хорошего совсем хорошего и это небольшая проблема дайте long legs это неплохой предмет он у так вот топает и убивает врагов время от времени за маги мне нужно сделать все абсолютно не я за ней даже по моим сердце не убита на харде или возможно если сердце убито на харде то только сердце убито на харде так что абсолютно все нужно сделать повышение скорости это офигенно потому что у меня скорость понижена в общем паук этот топает и убивает каком-нибудь врага время от времени. Работает по всей комнате, наносит приличный урон. Офигенно. Надо пройду этот уровень, потому что тут может быть какой-нибудь там секретный камень, ключи, бомбы. Мне нужно все. Предметы я уже получил оба. И они оба оказались очень неплохими, потому что скорость мне нужна, потому что у меня базовая скорость понижена. И паук, который топает на все, это довольно неплохо. Он, по сути, ваншотит большую часть обычных врагов. Таблетка. Понижение скорости. За что? Проблема в том, что он промахивается по быстрым врагам. Ну ладно. У меня есть один ключ, у меня есть одно синее сердце. И два неплохих предмета. Так что все нормально. Мне нужно пройти босс раж, так что я думаю, стоит немножко спешить, по крайней мере. По крайней мере, немножко. Так что я не буду всякие там расстреливать костры и прочее. Прочую подобную ересь. Окей. Там был секретный камень. И это довольно неплохо. Проблема в том, что в этой комнате его довольно сложно взорвать, потому что там эти блоки катаются постоянно и двигают бомбы. Окей. Хорошо, что он не на пауков согрелся. Ну в любом случае, даже если там был секретный камень, у меня нет бомб. Так что я ничего не могу с ним сделать. Пока что. Так что посмотрим, что из этого всего выйдет. Ну, почему он не топнул? Не ясно. Я сразу зайду к боссу, потому что у меня есть синее сердце. К тому моменту, когда я найду какому-нибудь предмету, у меня может уже не быть синего сердца. А я бы хотел получить сделку с дьяволом. У меня повышенная базовая жизнь, так что сделки с дьяволом довольно довольно неплохо получать, потому что они не настолько мне вредят, потому что у меня больше жизни изначально. Окей. Все, все. Пин. Не должен быть проблемой. Он может меня задамажить, но он не должен быть проблемой. Окей. Готов. Спички, черное сердце, плюс 3 дропа бомб. И дьявол нож. Окей. Этот ран официально очень хороший. Нож дает мне нож, который дамажит врагов, когда я к ним просто подхожу, плюс я могу его кидать. И это очень офигенный предмет, он очень неплохо дамажит. В оригинальном мазике он был получше, чем здесь, потому что он летал значительно медленнее. А дамажит он каждый кадр. Окей, я загляну тогда в магазин. Я бы хотел купить синюю карту. Также я бы хотел закинуть одну монетку в донат, потому что у меня одной монетки не хватает. Я в одном из этих пропущенных ранов вроде бы задонатил немножко. Я взрываю оба. Оба этих хрени. Но я пока что не подбираю оба этих сердца. Как это все лучше сделать, так? Нет, определенно не так. Ладно, хрен с ним. Возможно, у меня будет еще одна бомба, и я что-то с этим сделаю. Возможно, нет. Но это очень хреновая комната для того, чтобы там был секретный камень. Увы. А, я еще не нашел предмет. Вау. Я не знал, что я еще не нашел предмет. Окей, повышение урона с одной половиной лица, то есть только мои выстрелы из левого, получается, глаза имеют повышенный урон. Я не знаю, как это влияет на нож и влияет ли это вообще на нож. Возможно, все мои атаки имеют повышенный урон. Возможно, вообще никак не влияет. Возможно, каждая вторая атак там 50% шанса или что-нибудь подобное. Я не знаю, но хрен с ним. Ну, поскольку магазин открыт, я закину туда. Ну, я могу купить бомбу. 400. Красная свеча. У меня уже есть черная свеча, теперь у меня есть еще и красная свеча. Которая может появляться в магазине. Я не помню, что она делает. Зря я, конечно, подобрал эти два синих сердца. Ну, что поделать. Да блин, я ненавижу эту комнату. Теперь я еще и выйти отсюда нормально не могу. Ладно. Все нормально. У меня есть синие сердце, а у меня есть нож. Нет, две бомбы там потратил и... Два с половиной синих сердца вроде бы. Или... По-моему, два с половиной? Не знаю, неважно. И ничего с этого не получил. Лабиринт. Я ненавижу лабиринт. Эта комната мне неинтересна. Эта комната мне пока что неинтересна. Нож вроде как наносит больше урона, если им просто касаться противника, а не кидать. В некоторых случаях это, естественно, невозможно. Но если есть такая возможность, то тыкать вплотную и эффективнее. Окей. Босс. Я сразу зайду. У меня есть нож. У меня есть синие сердца. Или я сразу не зайду, потому что лабиринт мне мешает. Холлоу. Был. Черт. Был. Ключ дает синее сердце. Два ключа и повышает удачу. Крампус. Черт. Ладно. Голова Крампуса лучше, чем мое сердце. Так что... Пусть будет. Выстреливает во все стороны Бримстоном. С кучей урона. Но... Раз в шесть комнат. Что это? Не помню. Я не знаю, влияет ли это на нож. В нормальной ситуации мои выстрелы блокируют вражеские выстрелы. Но поскольку у меня нож, хрен его знает. Окей. Ну, я все, что хотел, нашел. Я попытаюсь зайти в комнату с проклятием. Ладно. Оно того не стоило. Ну, в принципе, все нормально. Если бы в этом сундуке были бомбы, то они бы могли мне помочь взорвать синие костры и дать мне возможность синие сердца. Я на это надеялся. Игра, извини. Я жал вверх, когда я кинул нож. Почему он кинулся влево? Перезарядка в шесть комнат. Угловый крампус, конечно, очень сильно портит этот предмет. Это работает на нож? По-моему, нет. Ну, ладно. В нормальной ситуации это заставляет мои выстрелы пульсировать. Вроде как повышает урон. Пока они пульсируют. Ну, то есть, когда они большие, они наносят больше урона. Привет, смерть. Возможно. Или, возможно, нет. Сердце бы. Это не сердце, это ключ. Нож, конечно, очень дамаговый, но немножко рискованный. Да, вот так примерно. Дайте мне сердце. Это не сердце. Это тоже пригодится. Он лучше, чем... Чем червь, которая ничего не делает. По-моему, ничего не делает. Это все... Во-первых, комната с проклятием последняя, в которой ничего не было. Во-вторых, та самая комната, где я потратил миллион синих сердец, пытаясь взорвать сраный секретный камень. Ну, ладно. Еще одна попытка. На этот раз я, конечно же, не найду нож. Ладно. Я не против. Я совсем не против. Бомбы нет, чтобы взорвать это. И мне надо применить сердце. Перед тем, как его выкладывать. Ну ладно, глава гаппи суммонит от двух до четырех, по-моему, мух или от двух до пяти мух. Каждый раз при использовании заряжается каждую комнату. Мухи наносят удвоенный мой урон. Я не мог увернуться от всего здесь. И я потеряю сейчас и второе свое синее сердце. Почему здесь столько чемпионов? Это мой единственный вопрос. Если бы он здесь был один хотя бы, или даже два... Я бы не потерял столько жизни. Замедляю всех врагов. На экране. Бессмысленно. Сильно хуже, чем... Чем то, что у меня есть. Окей. Не хочу быть в этой комнате. Печально, что я так потерял нож. Только-только его получив. Ну, просто куча неудачных комнат подряд. Ну, не подряд, но, в общем... Куча неудачных комнат и очень мало дропа полезных вещей, типа сердец. Ммм. Окей. Позволяет мне бесплатно взять один предмет в магазине. После чего уничтожается. Так. В комнате с предметом я уже был, так что магазин ждет меня. Но я не хочу ничего здесь бесплатно брать. Ну, окей. Так же работает на Дьявола, вроде бы. То есть, если я получу Дьяволу с Дьяволом, я тоже смогу один предмет бесплатно взять. Это было бы немножко более полезно. Ну, посмотрим сейчас. Если я получу, конечно, Дьяволу с Дьяволом. Стивен. Нехорошо тем, что фиксированные дропы, и один из них плохой. И у плохого намного больше шанс, чем у хорошего. То есть, хороший это сам Стивен, который повышает урон. И Литл Стивен это который... Миньон, который вокруг меня, ну, за мной летает и стреляет с ману, ищущимися выстрелами, он сильно хуже, чем повышение урона, естественно. Окей. Почему он сагрился, мяути? Все сильно портит. Так же я немножко... Немножко медленный. Я бы предпочел быть заметно быстрее. И заметно дамаговее. Ну, возможно, Дьявол меня спасет. Или, возможно, Дьявол предложит мне какую-нибудь бесполезную хрень. Более вероятно. А, стоп. Я уже был здесь? Нет, я на прошлом уровне уже был у Дьявола. Но я его... А, это первый уровень вообще. Окей. Я туплю. Ну ладно. Тогда я уже был здесь у Дьявола, и он мне дал два синих сердца, но это мне не помогло. Я не хочу больше нигде быть. Та комната, в которой я еще не был. Ну, точнее, из которой проход в ту комнату, где я еще не был. Там ужасно все. Это ведь то проклятие. Да, я рестартую. Это проклятие, которое делает предметы неизвестными. На уровне, где первая сделка с Дьяволом, оно просто убивает раны. Новый Сид. Нокбэк. Несколько раз за комнату можно использовать, но абсолютно бессмысленно. Мне очень хочется еще раз рестарт нажать, но пока что я этого делать не буду. Пока что. Посмотрим, что дропнет босс. Если босс дропнет что-нибудь тоже хреновое, типа там повышение дальности какой-нибудь, то есть не что-то полезное. И если на уровне не будет синего сердца, то я рестартну. О, нет. Ну, ладно. Это не важно, потому что первый уровень. Я могу получать урон сколько угодно. Мне надо было это сделать немножко не так. Так, мне надо было его вот сюда вот подманить и здесь заставить его меня задамажить. Тогда бы он, возможно, открыл секретку, если она здесь. Нет, почему они так быстро уходят оттуда? Куда? Ладно. Ключ. Неплохо. Какой-то большой уровень. Мне в последнее время везет на большие первые уровни. Точнее, не везет. Потому что большие первые уровни, это нехорошо. Ну, я практически сделал то, что я хотел сделать. Я хотел взорвать все эти кувшины, вазы, что это там. Все не удалось, но хотя бы парочку. Я взорвал и ничего с этого не получил. Естественно. Ура, босс. Да, блин. Босс, дробь мне что-нибудь хорошее. Пока что босс дропает миллионы пауков. И это не что-нибудь хорошее. Совершенно не что-нибудь хорошее. Окей. Окей. Пентаграмма. Вполне. Повышение урона, плюс дополнительный шанс сделать из деба. Я допройду этот уровень, потому что я хочу синить сердце себя. Лабиринт за что? Так же я хочу взорвать вот здесь вот стену и попасть в секретку. Сказал, я хочу попасть в секретку. Ненавижу, Лабиринт. Ненавижу все проклятия, в принципе. Практически все. Темнота? Пофиг. Не показ жизни? Более-менее пофиг. Двойные этажи, более-менее пофиг. Но, блин, Лабиринт заставляет меня 4 минуты сидеть на первом уровне, потому что я прихожу не туда, куда я хочу приходить. Не показ предметов. Во-первых, сделки с дебом убивает, потому что я не знаю, что я подбираю. Я могу подобрать какую-нибудь бесполезную хрень и потратить на нее жизнь. Или я могу не подобрать какую-нибудь полезную хрень. В общем, все очень хреново. Плюс я могу подбирать всякие бессмысленные предметы, типа весов. Типа, там, мозга и прочие ереси. Достанет отсюда? Не должно вообще. Но вдруг я могу потратить 2 бомбы. Мне не жалко. Да, на синее сердце мне не жалко 2 бомбы потратить. Карта более-менее пофиг на первых уровнях. Чем дальше я в игре, тем хуже не иметь карту. Первые уровни по барабану, вообще. Так что это не страшно. Ну и то, если у меня нет компаса или... Естественно. Если у меня нет компаса или карты, или синей карты. В общем, нет предметов, которые показывают мне карту. То это... Не такая уж серьезная проблема. То есть это скорее неудобно, но это мне не мешает ничем. У меня нет бомбы, чтобы поменять бомбу на бомбу. Менять бомбу на бомбу это хорошо, потому что может что-то попасться в камнях. Плюс иногда можно там секретки попытаться открыть. Плюс еще там всякие кувшины и прочее, что можно ломать. Окей, пентаграмма это довольно небольшая прибавка урона. По-моему 0.35. При том, что стартовый мой урон 3.5. То есть 10% моего стартового урона. Ну, хоть что-то. И плюс шанс сделать из... Хотя, стоп, нет, пентаграмма это плюс 1 урона. Так что это большой плюс к урону. Или я что-то вообще путаю. В общем, не важно. Важнее дополнительный шанс сделать из диаболом. То есть даже если я получу урон на этом уровне, не на боссе. Если я не получу урон на боссе, то у меня будет там что-то типа 70% шанс получить сделку из диаболом. Довольно офигенно. Понижение жизни мне не нужно. Карты у меня нет. Ключ пригодится. Уу. Синее сердце тоже пригодится. Когда-нибудь я что-нибудь найду. Я, конечно, понимаю, что карты нет. Но это не повод делать такие огромные вторые уровни. Окей. Ну, на босс раш я не попаду уже точно. Потому что огромные первые уровни без карты и с лабиринтом занимают огромное количество времени. Но. Возможно, я куда-нибудь еще попаду. Босс раш не главное. Хотя у меня он не пройден. За мэгги. По-моему, не пройден. На харде точно не пройден. Окей. Ну, я нашел комнату с предметом. Уже хорошо. И это бессмысленный предмет. Ну, не то чтобы совсем бессмысленный. То есть против боссов неплохо помогает. Против некоторых. Против некоторых врагов неплохо помогает. Но не сильно лучше того, что у меня было. Карта. Окей. Заполняет всю комнату дерьмом. Я ее возьму с собой, но... Я не думаю, что я буду ее использовать. Если я найду тринкет, который дает больше дропов из дерьма, то да. Это было бы очень офигенно. Но я очень вряд ли его найду. И заполняет она только изначально пустые клетки. То есть даже если я взорву все эти камни, эти клетки не заполнятся, где были камни изначально. Окей. И босс. Монстро. Две штуки. Монстро это неплохой босс для этого предмета, если... Я могу поставить его нормально. Ну, пока что я только получил в синее сердце урон. Так что, возможно, я все еще получу сделку с дьяволом. Ну, плюс у меня пентаграмма, которая повышает шанс ее получить. Да. И волшебный гриб. Офигенно. Повышение урона плюс 0,5 и... Полуторный множитель после этого. И плюс повышение всех остальных статов. И это бессмысленная сделка с дьяволом, естественно. Но хотя бы. Волшебный гриб это уже достаточно хорошо. И теперь у меня есть шанс получать комнаты с ангелом. И я отсюда сваливаю. Я не знаю, сколько у меня жизни, но у меня 4 сердца. И это мне не очень интересно. Теперь у меня хороший урон. Но у меня все еще плохо все остальное. Ну и то, он не такой уж хороший. Это потенциально хороший урон. Потому что теперь все повышения урона, которые я нахожу, дают мне в полтора раза больше, чем они давали бы мне в нормальной ситуации. В этом плане это очень хороший урон. И очень хорошее повышение урона. Но кроме... Ну, пентаграмма мне, в принципе, тоже дает полуторный урон. Так что это тоже хорошо. В общем, да, у меня нормальный должен быть урон сейчас. Но чтобы все пройти, мне нужно еще парочку повышения урона найти каких-нибудь. Безголовый ребенок летает за мной и оставляет кровавый след, который дамажит врагов. Так себя. Но я не могу поменять его ни на что. Так что нет смысла не брать. Эта комната довольно ужасна. Зачем она существует? Сколько у меня сейчас жизни, мне интересно. Одно или два сердца? Скорее всего, где-то так. Потому что эти чуваки вроде как наносят полное сердце. Я возьму все сразу, потому что мне сейчас важно не умереть. Эта комната тоже довольно ужасна. Ну, то есть мне не хватает урона, чтобы их убить быстрее, чем они до меня дойдут. В этом проблема. В нехватке урона. Несмотря на то, что у меня есть волшебный грипп и пентаграмма. Бомбу дайте. Муха тоже сойдет. Но все-таки бомба мне тоже нужна. Ключ, босс хаск. Он летает. Так что мой предмет бесполезен. Ну, от пауков поможет. Он спаунит пауков. Но самого босса не дамажит. Земля. Ну, он не очень живучий. Так что это... Это должно быть несложно. Синтой. Повышение урона и дальности. Я побегаю еще по этому уровню. Потому что я хочу взорвать вот этот вот камень. А мне нечем. Теперь у меня должен быть хороший урон. Да. Я их с одного убиваю? Да, я их с одного убиваю. Отлично. Магазин. Я очень хочу синюю карту. У меня все равно нет бомб. Я могу, конечно, искать секретку. Но я не могу ее открыть, если я ее найду. У меня неполная жизнь. Ну, я это и так знал. Окей. Рыбья голова. Когда я получаю урон, спавнит мух время от времени. Я лучше возьму ключ. Ключ вроде как дает больше дропов, ключей и сундуков. Возможно, только ключей. Бомб не существует. В магазине не было. И, конечно, в принципе... Я все равно не попадаю на бассаж. Я думаю, здесь я что-нибудь смогу получить. Там, бомбу или немножко денег. Или немножко чего-нибудь. Или ничего вообще. Тоже вариант. Ну вот. Деньги пошли. Бомбы мне сейчас нужнее, чем деньги. Хватает на синюю карту. Но без бомб она бесполезна. Естественно. Ее все равно стоит купить, чтобы там... Когда у меня появятся бомбы, она у меня была. Половинка сердца. Отлично. Жизнь мне тоже нужна. Она у меня неполная. 20 денег. Еще половинка сердца, которую я все еще могу подобрать. И еще деньги. И еще деньги. Если в магазине была бомба, то я сейчас могу купить бомбу. Я могу купить синюю карту. И у меня еще останется. Это радует. Также я восстановил себе жизнь. Возможно, не до полной, но хотя бы сколько-то я. Два с половиной полных сердца восстановил. Или просто два. Не знаю. Неважно. Окей. Магазин. Нет, бомбы здесь не было. Здесь был ключ, который мне абсолютно не нужен. Здесь была лестница, которая мне тоже абсолютно не нужна. И таблетка полной жизни, которая может пригодиться. Окей. Ладно. У меня не будет секретного камня. И секретных комнат. Но хотя бы у меня есть жизнь. И карта. Да, жизнь у меня даже полная. И даже половинка синего сердца. Откуда у меня половинка синего сердца? Я не помню. Неважно. Окей. Два выстрела на черного и по одному на белых. У меня отличный урон. Для этого этапа игры. Совсем всю игру с таким уроном я не пройду. Ну, скорее всего, не пройду. Но для этого этапа у меня отличный урон. Окей. Тропает ключи, когда я подбираю деньги. По-моему, так. Пусть будет. Хотя у меня хватает ключей. И... Если ржавый ключ дропает... Повышает дроп сундуков, то он полезнее. Потому что ключей у меня хватает. Так, я забыл, что середина безопасна. Сейчас я не знаю, что безопасно. Но я каким-то образом не получил урона. И теперь он один. И понятно, что безопасно. Я зайду сюда. И я куплю синее сердце. Потому что оно мне сейчас нужно. Я хочу получить сделку с дьяволом. Или комнату ангела. Тоже подойдет. Что-нибудь из этого. Ммм... Вторая секретка. Почему нет? Поэтому нет. Окей. Эта комната мне не интересна. Ну... Та, которая внизу. Эта комната мне не интересна. Я ее ненавижу. Две бомбы. Сундук. Куча денег. Куча ключей. И я могу получить... Еще одну бомбу. Вот так. Окей. Неплохо. Бомбы появились. Ключи появились. Ну, ключи и так были. Деньги тоже и так были. В общем, всего хватает. Урона тоже хватает получаемого. Ну, шансы на сделку с дьяволом все еще есть, потому что... Пентаграмма. И потому что... Я могу не получать урон на боссе. И тогда у меня будет там достаточно большой шанс. Если я доживу до этого босса. Мне нужна скорость. Мне очень не хватает скорости. То есть мне ее не очень не хватает. У меня сейчас, по-моему, базовая скорость Айзека. Потому что изначально у меня уменьшено. Но я подобрал волшебный гриб, который повышает все статы, включая скорость. Удивительно, но скорость входит во все статы. Черт, ничего нет. В общем, я бы не отказался от какого-нибудь серьезного повышения скорости. Или там повышения всего. Какой-нибудь нимб или еще что-то подобное. Было бы неплохо. Я себя в угол зажал. Это довольно хреново. Да, и если бы он умер с одного, все было бы вообще идеально. Повышение жизни и, по-моему, скорости выстрелов. Я не помню. Какой-то из этих предметов, которые... Непонятное красное нечто, которое повышает жизнь. Что-то из этого повышает еще и скорость выстрелов. Но я не помню, что именно. Ну, окей. Не получать урон на бойся. Холлоу. Это довольно... Не сложно будет. То есть они будут нормально летать. То есть они не будут застревать в стенах. Но они очень любят застревать в стенах в этой версии. Также это стреляющий вариант. Это немножко все усложняет. Ну да, не получать урон. Вполне получится. Но я все равно не получу сделку с дьяволом. Литтл Стивен. Летает за мной и стреляет со мной надящимися выстрелами. Я не буду возвращаться за сердцами. У меня есть таблетка полной жизни. Уже глубины. Все еще нет сделок с дьяволом. Точнее, одна была ведь, правильно? Которую я не взял. Или это было в предыдущем ране? Я не помню. Я не помню. Секретный камень. Почему? Не нужны бомбы. Ну, мне нужны бомбы, но мне нужны синие сердца. Бомбы я и так могу найти. Окей. Ладно. Рыцари не такие уж страшные. У меня хватает урона, чтобы с ними разбираться. Это вообще не должно быть проблемой. Но будет, потому что чемпионы, которые стреляют во все стороны, я всегда попадаю под них. Абсолютно всегда. То есть, если есть чемпион, который стреляет во все стороны при смерти, я получу урон от него. От его смерти. Тут я получу урон, потому что кровь, которая остается за мной, и кровь, которая остается за врагами, очень похожа. А у меня съем сейчас полную жизнь. Я поставлю бомбу здесь. Да, она убила двух рыцарей. Это довольно неплохо. Здесь она взорвет три черепа. Почему черепа такие бессмысленные? Ну, мне нужно еще четыре цента. Предмет со знаком вопроса. Это я постоянно забываю, как он называется. В общем, он... У меня будет два предмета на выбор каждый раз, когда... По-моему, только после боссов. Возможно, еще и в комнатах с предметами. В общем, будет не один предмет, а два, и я могу взять один из них. Ладно, я потрачу две бомбы на это. Естественно. Нет. И это переход на следующий уровень. Почему мне так не везет? Почему там не могла быть секретка с черным рынком хотя бы? Или лучше просто с какой-нибудь имбой? Переход на следующий уровень мне не нужен. Мне хочется убить босса, получить возможность сделку с дьяволом. И тогда я и сам смогу перейти на следующий уровень. Безо всякой фигни. Окей. Как-то я не получил здесь урон. Я не знаю как. Чемпионы пачками. Все враги в этой комнате чемпионы. Как так? Секретка, которая меня не спасет. У меня уже есть волшебный гриб. Зачем я взрываю эти грибы? Я не знаю, можно ли получить второй волшебный гриб. Но я очень сомневаюсь, что они стакаются, если можно. Ну или скорее просто он не может дропнуться, если он у меня уже есть. Это было бы довольно водично. Ура! Предмет. Как я ненавижу этих призраков. Мои выстрелы иногда станет врагов. Это не то, что мне было нужно. Это поможет слегка? Но это не то, что мне было нужно. Перед тем, как идти к боссу... Да, демонический хвост. Повышение зла. Больше черных сердец. Перед тем, как идти к боссу, я допройду уровень. Потому что мне нужны деньги, которые не существуют, видимо. Окей. Тут их можно затолкать на шипы, и все очень легко проходится из-за этого. Если получится их затолкать на шипы. Мне не хватает нокбэка, чтобы заталкивать кого-либо на шипы. Ну ладно. Окей. Я слегка привык к этим комнатам, и теперь я в них не получаю урон сразу же. Ну, ничего не оказалось. Я могу получить деньги, конечно же. Я могу разбомбить машину донатную. Я бы предпочел этого не делать. Но если я не найду деньги другим способом, то я это сделаю. Я не против. Просто я бы предпочел этого не делать. Черное сердце — это хорошо. Но, увы, уровень кончился. И кроме нее разбомбить нечего. Да. Этого вполне хватит. 21 я могу... Нет, я не могу купить. Мне не хватит одного цента. Купить скидку и потом купить эту фигню. Ну ладно. Увы. Бомбу я куплю. Теперь, когда босс умрет, он дропнет два предмета, и я смогу взять один из них. И также босс, который будет через один. Первый босс стробы. То же самое. Дропнет два предмета. То есть я потратил 15 центов на то, чтобы получить два каких-то дополнительных предмета, возможно. Точнее, не дополнительных, а выбор. Два раза получить. По-моему, этот вариант монстра немножко более удачно чизился, чем другой вариант монстра. Да, он как-то совсем удачно чизится. Удивительно. Ну и он перестал совсем удачно чизиться. Призмлялись? Да. Правильно призмлялся. Готово. Дьявол, пожалуйста. Да. Мясо или сок? По-моему, сок дает больше урона. Я посмотрю, что у дьявола сначала. Да. Ну вот что именно, да, это вопрос. Естественно, голову обязательно. Мне бы не помешал полет плюс спектральные слезы, но... Я не хочу оставаться с двумя сердцами. Я возьму сок, потому что... По-моему, он больше дает урона, чем мясо. Возможно, я ошибаюсь, я зря это сделал, надо будет сравнить. Но я не знаю конкретных статов всех предметов. Так что, увы. Окей, это на самом деле довольно легкая комната. Если не забирать себя в углу, как я только что сделал. Ммм, готово практически. Зачем у меня столько ключей? Я уже не таскаю с собой этот тренкет, который дропает ключи. А ключи продолжают дропаться. Зачем я сюда зашел? То есть отсюда мог бы быть выход куда-нибудь, но... Лучше было бы не заходить сюда сразу. Ладно, урон пофиг. Сделать из дьявола у меня есть всегда, так что главное просто не умереть в плане урона. Я не мог ничего сделать. Я мог пойти вниз и попасть на кровь, или я мог словить удар. Я надеялся, что я не словлю удар, и оно пройдет чуть ниже. Почему такие секретки существуют? Нет, чувак, у меня слишком мало жизни. Я был бы рад получить от тебя предмет, но у меня слишком мало жизни. Окей. Два была стациста в почти убитом состоянии. В смысле, это одна из... Это предпоследняя форма, да. Окей. Это комната. Она ужасна. Окей, минус один. Она особенно ужасна тем, что они ныкаются в угол, и я не могу по ним стрелять. Ура. Когда я получаю урон, за мной остается кровавый след, который нихрена не дамажит. Мир. Окей, босс здесь. Ну ладно, пойду сразу к боссу. Это, наверное, наиболее хороший... Вариант. И взорвать здесь шесть черепов одной бомбой. И возможно получить что-то из этого. Потому что тут бомбы из центра достают для черепов, так что... Можно взорвать шесть одной бомбой. Нет, почему? Мм, две бомбы. Окей. Самонаводка на одну комнату. Удвоение ключей. Телепорт в секретку, в которой я уже был. Нет, чтобы там пару черных сердец дропнуть. Я криво поставил бомбу. Justice по одному всего. Ладно, я возьму с собой луну. И я загляну вот сюда, вот потому что здесь может что-нибудь быть. Например, какое-нибудь синее сердце или красное сердце. Почти всегда есть, но сегодня нет, видимо. Я всегда неправильно рассчитываю дальность этой лужи. Она совсем маленькая, я ожидаю, что она будет немножко больше. Скорее всего, я умру сейчас просто. Ну, что поделать. Ну, хотя бы это дамажит босса, даже если босс отсутствует на экране в это время. Я не знаю. Я не хочу делать челлендж, я вообще ничего не хочу делать. Это был ужасный ран, и это до этого была парочка ужасных ран в этом видео. И несколько ужасных ран в том видео, которое не записалось у меня. Почему мне сегодня так не везет? Я не знаю. Ну ладно. В любом случае, я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Эми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok